Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Веду я, Александр Гуралье и Давид Эдельман, который подсоединяется к нашей программе в данную минуту. Давид, привет. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях Анна Кац, которая как раз сейчас почему-то решила от нас отсоединиться. Анна Кац – переводчик, публицист, активистка протестного движения. Я надеюсь, сейчас она к нам присоединится снова. Итак, Давид, речь у нас пойдет сегодня о протестах, о наших протестах, которые продолжаются уже достаточно долго, уже почти месяц. 12-ю неделю. 12-ю неделю, то есть это уже два месяца практически. Да, нет, это три месяца. Три месяца. Слушай, ну надо же, со счета сбился. Ну правильно, меня неделю не было, поэтому у меня уважительная причина. Ну, Анна сейчас присоединится. Итак, твой взгляд на эти протесты. Итак, что происходит? Что сказать? У нас в Израиле скоро задавать вопрос девушке, что вы делаете в субботу вечером, будет некорректно. Некорректно. Вот, кстати, нам подсоединилась Анна Кац, девушка. Скоро будет некорректно задавать вопрос, девушка, что вы делаете сегодня вечером, да? Потому что все будут... Не сегодня, а в субботу. В субботу вечером. Задавать такой вопрос будет некорректно, потому что, когда речь идет об личной девушке, то корректно спрашивать, на какой демонстрации вас можно встретить. Сегодня. А шоссе Айлон, как утверждает наша собеседница, уже пора давно объявить пешеходной зоной, потому что по ней ходят и сторонники, и противники реформа. И лошади. Да. И люди на лошадях. Да, а у меня как раз вопрос к Аликану. Почему вы продолжаете протестовать и выходить на демонстрацию? Секундочку, надо сначала внести ясность, то есть за кого Анна Кац протестует, потому что сейчас и те протестуют. Я же сказал, что мы говорим с приличной девушкой. Нормально. У каждого свои понятия о приличии. Понятное дело, что против судебного переворота, против так называемой реформы и так далее. Так вот, Анна, почему противники реформы продолжают выходить на протесты? Ведь наш премьер-министр Дмитрий Натаньяков заявил, что он приостанавливает для переговоров, для достижения согласия, а вы выходите на протесты. Вы что, не верите? Да. Вы что, не верите? Вы не верите, да? Дмитрий Натаньяков, честность которого могут подтвердить буквально все там. На трех судебных процессах подтверждается. Вот, что вы ему не верите. Знаете, в одном фильме была хорошая фраза героя «Кому же верить, если не наркобаронам?» Я уже начинаю отвечать? Вопрос уже закончился? Итак, смотрите, во-первых, протестное движение с самого начала говорило, что мы будем выходить на протесты до тех пор, пока все эти их реформы не уйдут туда, откуда они пришли. Да, ну сейчас они приостановили, допустим, да, сейчас парламентские каникулы, и удалось это все остановить буквально за неделю, да, они же хотели все это принять к Пейсаху, да, они же, так, это для них почему-то было очень важно, но я догадываюсь почему, потому что уже осенью им нужно назначать судей, и до тех пор нужно принять закон об изменении комиссии. Итак, они сейчас приостановили, это, конечно, большая победа протестного движения, и, конечно, особенно забавно, чтобы не именно Натаневу пришлось самому себе устроить забастовку, да, договориться с главой Гестадрута, это, конечно, была фантастика, что он идет вот на такие меры, чтобы успокоить своих партнеров по коалиции, чтобы коалиция у него не развалилась. Итак, мы выходим до тех пор, пока не будет остановлена эта реформа полностью, то есть отменена, да, дальше. Сейчас они говорят, они будут вести переговоры, но мы понимаем, что значит вести переговоры, то есть с одной стороны есть вот эта вот очень радикальная реформа, и ее вынашивали в подвалах форума Коэлит, ну, не меньше 10 лет, да, и наверняка у них есть там самые разнообразные варианты, если не это, то тут. Можно вопрос, а что такое форум Коэлит, его упомянуло, ты скажешь в двух словах. Ну, сейчас очень много говорят о форуме Коэлли, да, это такой сингтэнк, да, аналитический центр, очень праволиберально-консервативный, я бы сказала, либертарианский-консервативный, финансируют его двое миллиардеров из штатов, Яс и Данчик. И, в общем-то, у них есть свои концепции, как должно выглядеть общество, и они считают, что они очень во многом поддерживали республиканскую партию, они стояли за многими ее инициативами, и, в общем, решили, что Израиль может стать очень хорошим полигоном для проверки своих теорий, да, а мы здесь, в общем-то, с этим не согласны. И они очень много лет вынашивали эту реформу, я уверена, что существует очень многих вариантов, они готовы уступить там, но ради того, чтобы сделать здесь, да, здесь добавить, здесь убавить, я уверена, что она существует в множестве вариантов. С другой стороны, оппозиция, она, в общем-то, была не готова, на нас эта реформа свалилась, как снег на голову, да, и вот сейчас три месяца у нас идет общественная дискуссия, которая нас привела к тому, что, в общем-то, насколько не защищены наши основные принципы государственности, да, например, независимость КНЕС это от правительства, например, наши базовые права и свободы, но все это пока существует только в общественном пространстве. Итак, оппозиция идет, в общем-то, скорее всего, с тем, что в самом лучшем случае не надо ничего трогать, в худшем случае с какой-нибудь промежуточной платформой, типа платформы президента Герцога, а правый лагерь, лагерь реформистов, он идет с очень продуманной формой. И если они найдут компромисс, во что я вообще-то не верю, да, потому что у них уже есть разногласия, потому что сторона реформистов никак не откажется от того, что хотя бы часть судей назначала полностью коалицию, ну полностью, при превосходящем большинстве, а оппозиция на это не готова. Во-первых, я думаю, что они не договорятся в любом случае, слишком сильный разрыв, но даже если они договорятся, этот компромисс будет лежать где-то между тем, что есть сейчас и идеями этого законопроекта, то есть это будет больше власти коалиции и меньше судебной власти, меньше независимости судебной власти. Поэтому какой бы ни был этот компромисс, он, в общем-то, это ловушка, да, кроме того, это будет, если так и будет компромисс, то он будет, как бы на нем будет стоять печать кашрута от оппозиции. На самом деле им же эта печать совершенно не нужна, да, сейчас коалиция может с 64 мандатами провести абсолютно все, что угодно, собственно, что она и собирается сделать. Для чего им нужны переговоры с оппозицией? Чтобы показать, что вот они договариваются, да, потому что Байден сказал, что такие резкие шаги, да, такие кардинальные изменения могут идти только в случае консенсуса общественного. Вот оппозиция даст вот этот вот общественный консенсус. Аня, но ведь они же не могут не понимать, они же не могут не понимать, что завтра придет другая коалиция и проведет вот по их стопам, сможет спокойно на их головах въехать в рай опять. Опять-таки, один из офицеров полицейских мне сказал, ты представляешь, как повезет нормальному человеку, который придет после бенгвира? Я говорю, в смысле, он говорит, там увеличены бюджеты, там создана эта национальная гвардия, он сможет, понятно, всю бенгвир, где он выгонит, бюджеты использует, и он сможет это там зачищать, что угодно. А ты знаешь, как ему повезет? Да нет, не только оно. Скажем, либеральный лагерь или лагерь против Натаньяо, вы как бы вы меньшинство, вы ничего не решаете. А через 10 лет нас будет вообще подавляющее большинство. Они в это верят. И есть действительно сливы, я не помню, кто их публиковал, по-моему, Сэм Сокол, они действительно верят, что их лагерь, но не они лично, да, они в конце концов люди живые, да, со своим сроком жизни, но что религиозно-антилиберальный антидемократический лагерь, что он теперь навсегда. Да, и они больше всего любят слово демография. Если бы они так не думали, они бы не стали проводить эти реформы. Это как бы это результат, это сливы. Можно поправка, они выиграли без преимущества, они взяли 48%, если в голосах. А благодаря несовершенству израильской системы 48% превратились в 34 мандата, что было больше, чем 50%. Это первая вещь. Вторая вещь, я думаю, что вообще Бибе надо сказать спасибо. Почему? Потому что, безусловно, мы бы с этим кризисом, мы, я имею в виду, светский либеральный Израиль, но или светский нормальный Израиль, как хотите. Потому что выходит не только либералов. Мы бы с этим кризисом рано или поздно столкнулись. Именно в силу демографии, именно в силу роста фундаменталистских секторах, так называемых и так далее. И, может быть, когда бы мы столкнулись, если бы мы столкнулись в следующих 20, то мы бы не смогли сопротивляться. А вот то, что происходит сейчас, это вполне по силам испугать светский Израиль и доставить его менять, доставить его сопротивляться и сопротивляться значительно более агрессивно, чем то, что было бы. Ну, на самом деле, демографы уже дали свой ответ, причем достаточно давно. Я пару лет назад читал статистику о том, что в ультра-ортодоксальном секторе рождаемость, то есть новое поколение, примерно на полтора поколения опережает. То есть в тот момент, когда в светском секторе сменяется одно поколение, там сменяется полтора. То есть это совершенно нормально, потому что они, ребята, не служат в армии, женятся там лет в 17, в 18, в 19, да, и там к 23 годам, когда светские израильтяне выходят из армии и только начинают оглядываться по сторонам и думать, значит, надо съездить на годик, погулять по Америке, а потом, значит, уже идти учиться, эти ребята уже по три, по четыре ребенка имеют, как бы у них уже все в порядке. Поэтому вот это вот полтора поколения, это очень серьезно. Ну, сегодня, можете меня поздравить, о день рождения моей дочери. Ина. Поздравляю. Два двадцать четыре года, и она, я так понимаю... И она еще не замужем. Да, она в ближайшие годы об этом даже думать не хочет. Ну... А зря. Плохо воспитывал. Аня, скажите, а почему все-таки вот таким триггером... Я не спешу быть девушку, дедушку, знаешь? Почему таким триггером? Отмечать некоторых не спешу. Почему таким триггером для вновь такого волны протестов оказалось увольнение Галланта? То есть, ну, Галлант, в общем-то, человек, который особо ничем не блистал, будучи прошлым к Нессете. Почему за него так все взвелись? Действительно, очень интересно. Причем, я этого абсолютно не предвидела. То есть, я уже днем, как бы, я прекрасно понимала, что его уволят, да, еще не было об этом сообщено. В чем он же собирался, извините, он же собирался уволиться сам. Он назначил время пресс-конференции, Биби его вызвал, о чем-то с ним там поговорил, что-то ему пообещал. За два дня до этого, да. Да, да. Почему вы не верите Биби? Что-то ему пообещал и через два дня уволил, да? Я думаю, что он ему пообещал разрулить как-то этот кризис. Я думаю, что он ему пообещал, что он сам остановит реформы. И судя по тому, что произошло дальше, он таки к этому готовился. А Галлант как бы со своей военной прямотой все-таки выступил и сказал, что нет, надо это остановить. Я думаю, что Биби был очень рассержен. Он у него как бы украл представление, да, как говорят наиврите. Нет, но решение об увольнении Галланта сейчас уже известно принял человек по имени Яир. Хорошо, но Яир как бы, у него тоже были свои. Я думаю, что причина была именно то, что они рассердились за то, что он опередил. Смотрите, значит, Галлант все-таки человек военный, да, с богатым военным прошлым. И оппозиция считала его и протестное движение в каком-то смысле слабым звеном, да, потому что он был очень обеспокоен ситуацией в армии, ситуацией с безопасностью. И его увольнение вызвало гнев, как известно, в том числе и избирателей Ликуда. Да, мы видели цифры, там, по-моему, две трети, да, 63%, 65%. Причем интересно, что те, кто были против этого увольнения, тех, кого она возмутила, среди избирателей Ликуда такая же доля, как среди израильтян в целом, да. То есть это оказалось таким вот консенсусом, который все время ищет Натаняу. Вот, то есть уволен он был абсолютно самодурно. Уволен за то, что он просто высказал свое мнение, всего лишь попросил приостановку. Это вызвало огромный гнев. То есть Натаняу в очередной раз продемонстрировал себя как очень авторитарного лидера. Точнее, его авторитаризм вышел на новый виток. И если оппозиция все время, оппозиция, я говорю оппозиция, в смысле, значение протестное движение, на самом деле. Все им пыталось найти слабое звено. Да, то вот как только оно нашлось, Натаняу его увольняет. Это действительно вызвало вот такую спонтанную реакцию, я могу сказать по себе. Где-то в одиннадцатом часу пришло сообщение, что вот мы выходим в том числе в Герцли. И я, значит, почтенная мать семейства, взяла флаг и побежала на площадь к некоторому удивлению своего мужа. Это был такой момент, момент истины. На следующее утро, я помню, я сел в автобус, который ехал в Тель-Авив, и шофер предупреждал на каждой остановке, что маршрут меняется по ходу следования автобуса. До каких остановок можно доехать до Тель-Авива, а до каких нельзя, он не знает. Заранее неизвестно. Да, и он говорил, все вопросы к беде. Ну, у меня вопрос к вам. Ну, замечательно. Не странно ли, что Гагар... Мы вас слышим, Аня, немножко не видят, но мы теперь видимся, что сегодня у всех проблемы. Гагар, Виттан, Эдельштейн, они сейчас почитаются одними как праведники в Содоме, а другими как левая сволочь. Ну, что они... Как так получилось? Ну, вообще эти поиски врагов в Лейкуте уже давно стали притчей в языцах. Я недавно написала у себя, что теперь Биби требует от Галланта разоружиться перед партией. То есть он требует от него... После того, что он вернулся, он требует, чтобы он извинился. Извинился за время своего выступления. Это то, что он готов, да? То, что готов сделал Галланд. Извиниться за то, что он не вовремя выступил. Извиниться за само содержание выступления. Это при том, что Биби через двое суток сказал примерно то же самое. И еще и признать, какой Биби великий и прекрасный, да? Что совсем замечательно. То есть у меня тут моментально возникли ассоциации. То есть в Лейкуте всегда шельмовали предатели. А предатели – это только те, кто полшага сделали куда-то, да? Влево-вправо там неизвестно. А протестный лагерь, естественно, протестный лагерь приветствует любого, кто может провалить голосование, да? У кого есть шансы развалить Лейкут, провалить голосование. И когда Эдельштейн там что-то такое сказал, что вот надо приостановить, да? За неделю еще до этого. То на митингах просили всех послать Юлику смс, послать ему сообщение в WhatsApp и поддержать его. Типа, мы с тобой. То есть, конечно… Я просто помню, не далее как в 2020 году, меньше чем три года назад, Юлий Эдельштейн воевал с богатством, будучи спикером КНЕС. И в телевизионных студиях, если кто-то хотел сказать про себя, существовала, допустим, такая формировка. Я вообще человек, считающий закон. Я не Эдельштейн какой-то. И вдруг, значит, проходит такое изменение. Эдельштейн – это человек, который защищает право израильское. Он приходит на какие-то мероприятия, я тут недавно видел. Он ходит вместе с Невзиной просто как белая кость, понимаешь. Вот надежда и опора израильского правосудия. Что вы хотите? Сначала таким Саар стал, Беннет стал. Они же все станутся левыми, да? Да, Битан. Да. Ну, что не поделаешь. Но это действительно так. То есть любые отступники, во-первых, они становятся героями для лагеря противоположного. И свой лагерь их проклинает, как врагов народа. Мы видели это на очень многих примерах раньше. Это тот же Эдельштейн. Эдельштейн – все это прекрасно. Чем это все кончится? Ну, хорошо, вот протесты. Протесты будут продолжаться до какого рубежа? Вот что станет той лакмусовой бумажкой, которая скажет, «Все, вот сейчас ситуация изменилась, то есть температура в котле опустилась ниже критических градусов, мы можем остановиться». Смотрите, это очень сложный вопрос, потому что, как иногда говорят, вы не против реформы, вы против правительства. Но дело в том, что именно это правительство, именно в этом составе, могло начать проводить такую реформу. Именно у этого правительства сейчас 141 законопроект на столе, один другого лучше. То есть это не случайное совпадение. Поэтому, вообще говоря, протестное движение говорит, что сначала вся эта реформа должна уйти. Но, с другой стороны, все понимают, что если уйдет эта реформа, скорее всего, развалится правительство. И это, в общем, такой вин-вин. Мы не против, чтобы оно развалилось. Я думаю, сейчас очень многие не против, судя по тому, какой рейтинг сейчас у Ликуда, как он просел в вопросах. Насколько низкая удовлетворенность работой правительства среди всех, среди его избирателей, среди избирателей оппозиции, у всех. То есть если это правительство уйдет вместе с этой реформой и вместе со своим 141 законопроектом, мы как бы сильно не расстроимся. Я скажу так. Ну что ж, посмотрим, как это будет выглядеть воочию. А у меня последний вопрос. И вот на удивление к Давиду Идельману. Давид, а вот чем ты объясняешь, что вновь растет рейтинг Бенни Ганса? То есть вот как это было во время предыдущих выборов, что пока Ганс молчал, его рейтинг рос. Потом Валаамова ослица заговорила, рейтинг обрушился. Сейчас он вообще помалкивает, сильно много не выступает. И опять у него, смотрите, какой рост. Он обогнал Лапида, он уже там обогнал всех. То есть это наш будущий премьер-министр. Вот я молчал и говорил, это было до 20-го года, до момента, когда он перешел на сторону Биби. Вот после этого, после того, как Биби его обманул, после того, как все видели, что Биби его обманул, а он позволил себя обмануть, рейтинг Ганса рухнул до непроходящего. Разочарование было огромное, я прошу прощения, потому что вроде как победа уже была в наших руках. Да, казалось бы, его вычеркнули. Потом были выборы 21-го года, когда его все умоляли, не иди, ты просто не пройдешь, не унесешь голоса. Он прошел, вдруг оказалось, что он получил 8 мандатов. То есть он получил больше, чем, допустим, Либерман, который говорил, но он же не пройдет. А дальше вдруг выяснилось, что он растет. И почему он растет? Потому что он растет именно из-за своих вещей, которые, кажется, касаются его слабости. Вот за то, что его можно обмануть. За то, что он готов пойти ради государства, чтобы его кинули, понимаете? За то, что он... Я старый солдат и не знаю слов. Поэтому давайте мне молча, понимаете? Вот это ганн. И поэтому люди говорят, ну, смотрите. Кроме всего, вот я сегодня искал, вдруг вспомнил, понятно, у Ленина есть такая фраза, которая ему подписываются политические проститутки. Так вот, в выражениях Ленина нет выражения политические проститутки, есть просто проститутки, он так называл своих противников. Я вспомнил, где оно впервые упомянуло. В статье 905 года, где он пишет о либеральной, как бы сказать, обывателях, которые вынуждены заняться революцией. Он пишет, они не из-за того, что они занимаются революцией, они из-за того, что не любят революцию. Они занимаются этим, потому что самодержавие не дает им другого выхода. Если бы они не занимались, мы видим, как в того революционера вынуждены находиться, либеральные проститутки, понимаете? Он этих проституток ненавидит больше, чем самодержавие, потому что самодержавие ведет к революции. А вот либералы могут эту революцию... Так вот, огромное количество людей, которые выходят на протесты, либо не сочувствуют протестам, либо раньше голосовали за Наталья Ягу, что реформа – это плохо. – Давид, у тебя перебои с интернетом, очевидно, подвисание. Идея понятна. Идея понятна. Спасибо большое всем участникам. К сожалению, наше время... – Это соглашается. Народ хочет соглашаться. Народ хочет сильного правителя. Спасибо. Спасибо всем. Я напоминаю, что с нами была Анна Кац, переводчик, публицист, активист протестов, Давид Эдельман, историк, политтехнолог. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok